К нам поступают неоднократные жалобы по следующей проблематике, в частности, о том, что есть определенная группа или группы лиц, которые получают в управлении гаражные комплексы и эксплуатируют и управляют ими с нарушением прав собственников этих комплексов, прав тех людей, которые пользуются этими комплексами. Ситуация достаточно резонансная, немного обсуждалась в СМИ. За этими проблемами стоят огромное количество людей. Мы, соответственно, приняли решение провести это мероприятие. К сожалению, мы в очередной раз проводим мероприятия в Общественной палате России, касающиеся тематики более московской. Мы очень надеемся, что наши коллеги из Общественной палаты Москвы более активно будут включаться в работу. Они уже принимают участие в наших мероприятиях, но мы считаем, что, конечно, еще раз подчеркиваю, что московскими проблемами должны заниматься больше Московская общественная палата. Но, еще раз, учитывая резонанс и освещение федеральными СМИ, мы, соответственно, тоже подключаемся. В нашем доме, в нашем конкретном случае, речь идет о машиноместах, которые расположены в подвале жилого дома, никакого отдельного паркинга нет. Там сейчас неуправляемая группа людей, вход в подвал свободный, в любой день может произойти взрыв, все что угодно. Мы живем, начиная, вот это нам устроили за 10 дней до Нового года, вот весь уже полгода мы живем в таком состоянии вечером, как собственники. Я не знаю, могу я попасть туда, не могу. Приходят к нам путем силового захвата неизвестные люди и, размахивая вот этим вот свидетельством, начинают занимать весь наш подвал, препятствуя нашей деятельности, деятельности нашего ТСЖ, когда мы не имеем возможности подойти к коммуникациям, подойти к оборудованию, которое нужно обслуживать постоянно, обеспечивая благоприятные и безопасные условия проживания жителей. В доме может быть только одна управляющая компания. Только в такой ситуации мы можем обеспечить безопасное проживание жителей. Вот когда я не знаю, не контролирую, кто подходит к коммуникациям, с какими намерениями, с какими целями, как я могу отвечать за жизнь и безопасность более 400 людей?